Говорите себе, соседу, себе, соседу. Холл детской поликлиники ненадолго превратился в развлекательно-познавательный центр. Школьники участвуют в играх и конкурсах, соревнуются в ловкости и силе, тренируют внимание и память и вместе с тем получают полезную информацию о здоровье и здоровом образе жизни. Сотрудники медико-санитарной части номер 59 вместе с Советом молодых работников производственного объединения «Старт» впервые организовали и провели День детского здоровья. В рамках Росатом территория здоровья мы проводим такое общее мероприятие с поликлиникой. Мы назвали его «Кидс Атом». Приготовили мы лично от Совета молодых работников «Посттарт», также от волонтеров, приготовили небольшие активности в виде небольших, несложных примеров, которые может решить любой взрослый, любой ребенок. И также такая игра, где среди множества букв нужно найти слова. То есть дети очень здорово, быстро с этим справляются. Я даже не думал, что там так много слов зашифровано в этих квадратиках. Ребятам измерили рост, давление, проверили силу и объем легких. Самые любознательные поучаствовали в викторине о правильном питании. Результатами тестов медработники остались довольны. Практически на все вопросы дети ответили верно. У них есть понимание того, что такое вообще медицина, для чего она существует, что им здесь смогут оказать, для их личного здоровья, для профилактики здоровья. То есть они много что говорили по этому поводу. На память о Дне детского здоровья ребятам подарили сувениры с символикой Росатома. Наклейки, браслеты и магниты. Предполагается, что такие встречи станут с традицией. Мы планируем проводить это мероприятие в сменных детских оздоровительных лагерей. То есть это, я надеюсь, станет системным мероприятием. Здесь направлены активности на пропаганду здорового образа жизни, на то, что дети могут узнать о своем здоровье, как о нем заботиться и как сохранять. Следующий урок школы детского здоровья тоже пройдет на базе детской поликлиники. Организаторы обещают, у детей ждет не менее интересная программа. Диана Котлерова, Денис Дубиский, телерадио, компания «Заречный».